Хей! Как дела, друзья? С вами Морская Осинья, и мы снова OneBitHat. Что же, мы пошли смотреть, что за чувак, который ворчит, бесконечное ворчание. Эм, извините, не прекращающееся ворчание. Прошу прощения. Господи. А, здесь кто-то есть? Если что-то нужно, то вначале скажите что-нибудь. Я пыталась привлечь ваше внимание. Ладно, что вам надо? Ну, нам бы хотелось посидеть комнату-перевертыш. А, невозможно, не положено. Вы не пройдете. Простите, а вы... Терухи, мехкальник. А что, у вас какие-то возражения? А, так вы работник. Этот лифт не работает? Не, вся проблема в комнате. Неисправная система из-за отключения питания. Пока не починю, на лифте небезопасно ехать. Та что я вас не пущу. Вот при чем причина. В таком случае, вы не встречали женщину, которая доправлялась в комнату-перевертыш? Женщину? Не, без понятия. Вы не заглядывали в ту комнату во время или после отключения питания? Нет. Я исправила непонятки в комнате управления. Можем ли попросить вас взглянуть на комнату-перевертыш? А, ну, думаю, я могу это сделать. Тогда мы полагаемся на вас. С возвращением, так вы... Вы что-то знаете? А? Вы... Вы про Васильевья сделаете только потому, что вам что-то известно, разве не так? Вы слишком громко говорите. Прошу вас, успокойтесь на секунду. А, что случилось? Кто-то... Там кто-то умер. А-а-а... А-а-а... Можете провести нас на место преступления? Что? Так вы и впряем. Мы из полиции, так вы нам поверите? Ваши данные это все объясняет. Так, значит, вы знали, что здесь броят убийцы и вас послали расследовать дело? Нет. Мы находились здесь на отдыхе по собственному желанию. Что более важно, нам нужно спешить. Будет сложнее вычислить преступника, если на месте преступления окажется кто-нибудь еще. Понял. Вам лучше поскорее разобраться с этим. Нанасе, останемся с Меруэ. Хорошо, я буду здесь. А-а-а... Ребята, началось оно. Начал вся детективщина. Наши любимые. О, господи, это ее мама. Повесилась или что? Я не понимаю. Хотя нет, вроде. Во-первых, Терухи, вы прикасались к телу? Ни в коем случае. Зачем мне, черт подери, это надо? Подождите здесь, я мигом. Она мертва. А-а-а... По моим расчетам, она умерла примерно 10 минут назад. Значит, здесь что-то произошло во время отключения энергии. Причина смерти, вероятно, шнур, обвитый вокруг шеи жертвы. Вы говорите об этом как бы чем-то обыденном, ха? Мы часто сталкиваемся с инцидентами подобного рода. Хм... А сейчас мне нужно позвать на насы. Терухи, позже мне хотелось бы допросить вас. И попросить об одной услуге, если вы не против. Что? Не могли бы вы остаться с Мируя, а также позвать господина Коза в вестибюль? Коза? А с ним-то что? Он все время находится в вестибюле, и думаю, что ему может быть что-то известно. Хорошо. Во время отключения питания он куда-то ушел. Но найти его не проблема, я приведу его. Большое спасибо. Что ж, а теперь начнем. Я здесь тоже нужен? На насы у тебя тоже есть работа? Делать снимки с места преступления, это твоя... Ааа... Мой бифон же сломан. Точно. Еще я должна свидаться с отцом. В таком случае нам ничего не остается, кроме как пользоваться тем, что... Ааа? Что? Что? Эм... Ааа, как грубо с моей стороны, просто мне показалось, что вы в беде. Я снова подалась в своем искушении и щелкнула. Эм... Но у вас тут проблема, верно? Можно и так сказать. И еще проблема в том, что вы не можете делать снимки. Да, но... Аруму, мы не можем привлекать гражданских... Да, ладно, я живу и воплощение СМИ, я уже все видела и все знаю. Погоди-ка, как давно ты здесь оказалась? Примерно с того момента, как вы разговаривали с Четырехглазиком. А также, если вам нужны фотографии, то я всегда готова помочь. Ммм... Мы в критическом положении. Тем не менее, нам придется записать им арму, адрес и прочую личную информацию. Не имею ничего против. Эм... Эх, ладно. Раз ты настаиваешь, что мы возьмем тебя с собой, а сейчас я свяжусь с отцом. Ааа, Миссан, твой отец тоже коп? Он начальник полиции. Что? Без понятия, что это значит, наверное, твой отец большая шишка. Мое уважение. В любом случае, вначале нужно осмотреть место преступления, а затем поговорить в твоей руке остальными. Хорошо. Так, точно. Музыка такая. Тутс, 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 тутс. Ладно, извините. Так, так, так. Что ж, начнем. Здесь нет особого беспорядка. Надеюсь, мы сможем найти хоть одну улику. Будь уверена, что проверишь все. Лампа крепко прикреплена к нижней полке. Так что, она не упадет. С нижней полкой то же самое. Ее настолько прочно закрепили, что она не упадет даже при перевороте. А также эти предметы сделаны из чего-то мягкого. Видимо, создатель комнаты все предусмотрел. Логично, в принципе, если эту комнату перевертыш. Что это? Маленькая дверца? В любом случае, это похоже на дверь. Но здесь даже замочной скважины нет. Эта дверь ведет наружу, но даже мне так не пролезть, не говоря уже о взрослом. Дверца в углу комнаты перевертыша. Кажется, она ведет наружу, но зачем? Хм, возможно, у этой двери нет смысла. Интересно. Что это за картина? Это картина? Увы, она не снимается. Не думаю, что в ней есть что-то интересное. Что? Смерть наступила от удушения сонной артерии. Говоря обычным языком повешения. Тело лежит на полу прямо у стены. А еще... В тележерте обнаружено статворное замедленное действие. Вокруг шеи жертва что-то обвита. Это удлинитель? Сомневаюсь, что у госпожи Ши Цуна он был при себе. Либо это принадлежит кому-то другому, либо она его где-то нашла. Засвидетельствуем это. Компьютер? Судя по всему, фальшивка. Он был здесь все время. Его никак не включить, но все же он сделан хорошо. Полагаю, мы все осмотрели. Судя по тому, что мы увидели. Вполне возможно, что это самоубийство. Верно. Здесь нет ни следов крови, ни следов времени, ни насилия. А Рома, ты в порядке? А что со мной может быть не так? Ну, например, то, что у тебя перед глазами стены убийства? А-а-а. Ну, говорят, что живые люди страшнее. Нелегко тебе в этой жизни приходилось? На этом все. Сейчас нужно допросить людей без стебюля. Именно. А также не стоит сбрасываться счетов в особенности этой комнаты. В определенной промежутке времени комната делает оборот на 180 градусов, если внутри никого нет. Каждый оборот занимает примерно 10 минут. Точно. Спасибо. Мне нравится, в принципе, геймплей. Он стал как-то лучше, что ли. Да, что? Мне пока что нечего ему сказать. Мы можем поговорить с вами? Конечно. Что вы хотите знать? Во время отключения энергии в здании что-то работало? Не. Все должно было остановиться, аттракционы в том числе. Значит, комната перевернута с ней работала? А у нас с ней проблемы, но она неисправна. Хотите сказать, что система безопасности не работает? Обычно она всегда в действии. Но во время отключения питания система не работала, хотя я уверена, что наладил ее. Коротко говоря, подобное уже случалось. Время отключения питания система безопасности не сработало. В этот раз произошло то же самое. Да, в этот раз случилось то же самое. Ясно. Но мы в тенанте наносились, только ругались в татарухе. Здесь не хватает работников. Почему нельзя просто нанять больше людей и облегчить мне работу? Ладно, я понял. Спасибо. Спасибо. Я пока его не могу подозревать, потому что он... Что вам от меня нужно? Произошла такая трагедия. Значит, Террихи уже рассказала вам? Да. Но девочка пока ничего не знает. Должна быть, пока я лучше этого не знать. Мы можем с вами поговорить? Конечно. Спрашивайте о всем, что угодно. Ранее вы сказали, что видели госпожу Шицуна. Шицуна, точнее. Встречали ли вы ее еще раз? Ах, да. После того, как вы расспросили меня, я видела ее только один раз. Кажется, я видела ее примерно в обеденное время. Она проводила мимо вестибюля примерно в обеденное время. Понятно. До сих пор не могу поверить, что она мертва. Она мертва? Она умерла? А? Вы говорите о маме? Ну, эм... Госпожа... Да. Ты расскажешь ей об этом? Рано или поздно она бы все равно узнала. Нет смысла этого скрывать. Вот как. Мируэм, мне хотелось бы поговорить с тобой тоже. Ты не против? Хорошо. Эм? Мне интересно, что у тебя на руках? Котик. Ох, чац. Так вот ты где. Я уж было подумала, что ты снова застрял в той дверце. Той дверце? Если подумать, в комнате перевертыша была маленькая дверца, предназначенная, которую мы не знали, предназначение. Верно. Давай спросим об этом. Ага. Чуть ранее вы упомянули эту дверцу. Может ли быть, что вы говорили о двери в комнате перевертыши? А, вы имеете в виду особый проход для моих друзей? Говоря о друзьях, это вы о кошках? А, дверца для кошек-колобков. Так вот, для чего она. Она самая. Эта дверь великовата для кошек. Но, учитывая габариты этих колобков, она им по размеру. Я обновлю информацию. После допроса я видела ту женщину только один раз. Если не ошибаюсь, это было время обеда. Думаю, ты становишься активнее, когда набиваешься до отвала. А я думаю, что ты хотел сказать, наедаешься. И что у него какие-то проблемы со словами. Эм, у меня больше нет вопросов к Мирое. Мне хотелось бы поговорить с тобой, ты не против? Эм, когда ты видела госпожу Шицуну в последний раз? Когда вы нашли мою маму, она пришла сюда, а затем мы кушали. Обедали? Да. А после этого она сказала, что ей нужно что-то сделать, и она куда-то ушла. Куда она направлялась? Она мне ничего не сказала. После обеда Шицуна куда-то ушла, Мироя не знает куда. Вот как. Почему она снова пошла в ту комнату? Тебе есть что добавить? Эм. Мяу. А, да. Я слышала странный голос. Голос? Я слышала страшный звук, словно мяу. Когда это было? Разве этот звук не издавали кошке? Эм, это произошло, когда свет выключился. Я думаю, это был паник за стойкой. Что? Во время перебоя Мироя слышала жуткий голос, кажется, он принадлежал к козе. Большое спасибо, я возьму это на заметку. Ага. Зашибись. Что, он мяукал теперь? Ну, опрос окончен. Тело госпожи Шицуны было найдено в комнате Перевертыши. Маловероятно, что после посещения этой комнаты она выходила куда-то еще. Даже Мироя говорит, что не знает, что могла понравиться ее матери в той комнате. Однако, даже если она совершила суицид, то почему именно в этой комнате? В этом деле все не так просто. Но стоит еще раз поговорить со свидетелями. Конечно. Что ж, Терухи? А? Мне бы хотелось поговорить с вами еще раз. Почему? Мы уже поговорили. Прошу вас. Ааа. Слушайте, у меня дел по горло, так же давайте быстрее. Конечно, если ваше показание не будет противоречия, то ваш разговор окончится быстро. Показание. Я просто кое-что искал. Нет, я ничего не разведывал. Я совершенно не знаком с жертвой, даже не видел ее ни разу. Поэтому ни малейшего отношения к делу. Конец. Что ты такой нервный-то, а? Мне больше нечего сказать. Думаешь, справишься? Да, я доберусь до правды. Еще бы, полагаясь на тебя. Нужно проверить всю информацию. Понятно, поверхность. Тело лежит прямо у стены. Дверца в углу комнаты вверху предназначена для кошечек. И снутри никого нет. Не желаете ли сохраниться? Ох, да хвай... Да ладно вам, ребята. Спасибо. Хорошо. Удачи. Спасибо. Все. Я просто кое-что искал. Что вы искали? Кое-что из рабочего инвентаря. Я иногда заметил пропажу. Вы нашли то, что искали? Нет, не нашел. Поэтому хочу закончить разговор, как можно скорее. Ах, конечно, что он искал. Мне кажется, может быть, он искал удлинитель. Терухи, вы говорили, что что-то искали. Не искали ли вы удлинитель? Что? Это... Это... Откуда он? Мы нашли это в комнате перевертыши. Нашей жертвы. Какого? Просто... Неужели вы, вы подозреваете меня? Я еще ничего не говорила по этому поводу. Но мне хотелось бы услышать подробное объяснение. Я... Я правда не знаю. Я не знаю, как удлинитель там оказался. Возможно, я обронил его или типа такого. Но я ничего не делал. Я даже не мог дойти его. Более того, я не захотел всю комнату во время отключения питания. Хотя бы, позвольте сказать это. Что? Могу и прервать вас на секунду. Но... Просто выслушайте. Да, хорошо. Только быстро. Терухи не виновны, но я могу доказать это. Можете? Да, в любом случае, не поговорите ли со мной сейчас. Поняла. В любом случае, я вас тоже хотела опросить. Начинайте. Конечно. Какое-то время назад я заботливо принимал посетителей в вестибюле. А затем внезапно все погрузилась во тьму. Как вы уже сказали, это было отключение питания. Я вспешил к Терухе и нашел его в комнате управления. Это значит, что он был датом до того, как я пришел к нему. Он исправил неполадки. Можно два счета определить, кто, когда и что делал в комнате управления. Для входа нужна карта, которая есть только у работников. Она же фиксирует дату и время. Другими словами, Терухи идеальна, Алиби. Вот как? Похоже, что Терухи все это время был в комнате управления. Но почему тогда удлинитель? Не спеши. Давай-ка отложим его всему свое время. Нужно проверить все информации. Ну, я поняла уже, да. Не желаете ли сохраниться? Опять? Две минуты прошло, ребят, с тех пор. Хорошо, удачи. Ари-ка-то-о. Газа-им-а-ста. Конечно, какое-то время назад ты заботливо принимала посетить вестибюли. На того момента выходили столько вестибюли? Верно. В целом, я работаю только за регистрационной стойкой. Как говорит мой отец, если ты не будешь работать, будет только лучше. Не похоже на комплимент. Ха-ха-ха. Отлично. А затем мне завтра все прогнозируется с восьмой. Как вам уже сказали, это было отключение питания. Что вы делали в это время? Прежде всего, я давал посетителям указания, что делать в этой ситуации. А после этого, ну, об этом сейчас и расскажу. Ничего важного. Я поспешил к Терухе и нашел его в комнате управления. Значит, что он был там до того, как я пришел к нему. Он уступил на неполадки. Значит, к тому моменту, как вы его нашли, он уже покончил с работой в комнате управления. Именно. Я благодарен ему за усердную и быструю работу. Значит, он не встречался с Терухе во время перебоя. Тут почему-то на испанском поют. Знаете, вот такое ощущение, будто я не в эту игру играю, а в какую-то другую. Потому что испанцы поют. И вообще, что происходит? Ладно. Можно в два счета определить, кто и когда и что делал в комнате управления. Для входа нужна карта, которая есть только у работников. Она же фиксирует дату и время. Карта работает только с комнатой управления? Нет-нет, в каждой комнате есть считыватель кода. Так что в любой комнате можно проверить, кто в нее ходил. Эта информация может быть полезной. Е-бой! Коза! Вы утверждали, что искали Терухи. Действительно ли тот, кого вы искали Терухи? Э-э? Знаете, Меррея слышала необычный голос во время перебоя. Голос? Он звучал как... Мя-а-а! И Меррея подумала, что голос принадлежит вам, Коза. Значит... Действительно ли вы искали Терухи? А... Ну, а что? Кого еще мог искать? Хм... Раз вы так утверждаете, то должны знать, что это... Тогда... Коза искал... Мне кажется, он Шицуну искал. Хотя... Он искал Трех Колобков, возможно. Да, Трех Колобков, точно. Возможно, вы искали кота? Звук Мя имитирует кошачьи мяукания. Неужели вы искали котов? Вы же не расскажете отцу, а? Я сразу же нашел Микки Хито и Сангла, но сейчас не возвращался. Я начала лыноваться. Проинструктировав посетителей, я отправился на поиски чатса. Зачем вы солгали? А, ну, стыдно признавать, верно? Если бы отец узнал, что кошки для меня важнее проблемы с электричеством, я получил от него сбучку. Эм... Боже, Коза, ты просто обожаешь своих котов. Только посмотри на них, как их можно не любить. Мяу! Мяу! Сангла такой самый матерый кот. Эй, убери их от меня, я буду весь в шерсти. Терухи, ты такой занудный. Что ж, могу сказать, что с ситуацией Козы мы разобрались. Мироэ, теперь я бы хотела допросить тебя, ты не против? А, вовсе нет. Тогда прошу. Прошу пройти в допросную. Кстати, ребята. Игры про допросы, про всякие такие судебные разбирательства. Есть очень хорошая игра от Total Games. Законный порядок называется. Я в нее играла очень давно, еще когда она только вышла. Она была половина на английском, половина на русском. Вроде сейчас ее полностью перевели. И может быть я возьму ее на канал, потому что мне там очень нравилось вести допрос именно на суде. Ладно, все, что-то я отвлеклась. Мама не возвращалась, поэтому я попыталась найти ее. По пути я встретила вас, госпожа в крышащих ушках, и господина с ушками кролика. Но я так и не нашла маму. Мама, почему ты умерла в комнате перевертуши? Блин, ну это грустно, на самом деле. Я не думала, что это будет убийство. Как-то это даже жесть какая-то. Мама, она выглядит очень расстроенной. Она потеряла свою мать. Я надеюсь, мы станем на шаг ближе к разгадке. Нужно проверить всю информацию. Все, я поняла, да. О боже. Ладно, удачи. Спасибо, Нанаси. Мама все никак не возвращалась, потому я попыталась найти ее. Где ты искала? Там, где мы обедали. Сразу же после этого я увидела вас двоих, а что после было, я уже рассказала. После этого вестибюля началась самотоха из заключения кричиства. По пути я встретила вас, госпожа в крышащих ушках, господина с ушками кролика. Встретила ты кого-нибудь еще после этого? Нет, никого, знакомого. Ясно. Значит, ее поиски длились недолго. Но я так и не нашла маму. Последний раз ты видела свою маму на обеде, верно? Да. После того, как мама ушла, она больше не возвращалась. Интересно, что же пыталась сделать госпожа Шицуна? Господи, эта песня меня сводит с ума. Мама, а почему ты умерла в комнате перевертыша? Примем мои соболезнования. Возможно, ты знаешь, что делала госпожа Шицуна? Я совсем ничего не знаю. Она мне совсем ничего не сказала. Она ничего и не рассказала? Ну тогда откуда, Меруэ? Меруэ, одну секунду. Ну да. Что такое? Только ты что-то сказала о комнате перевертыш. Как ты узнала, что госпожа Шицуна умерла в своей комнате? Э? Из моего разговора с козой ты поняла, что твоя мать мертва. Однако, я уверена, что мои слова не обмолвились, где именно она умерла. Может, она и убила. Меруэ, мама говорила мне... Говорила, что идет в комнату перевертыш. Она сказала, что направляется туда? Неверно. Нет. Госпожа Шицуна не говорила тебе, что направляется в комнату перевертыш. По сути, это ты сказала, Меруэ. Вы. Как вам не стыдно обвинять маленькую девочку? Что бы вы ни говорили, но... Ее мать мертва. Да, что с тобой, если девочка немного ошиблась. Но... Просто подумайте над этим. Он опять взволнован. Дело еще не раскрыто, но сейчас в миру я стала главной подозреваемой. Но для начала стоит охладить пыл Терухи. Несомненно. Может, его просто хорошенько вдать? Вот и охладим его пыл. Просто подумайте, вы считаете, что такая маленькая девочка может придушить кого-то? Да, она дочка смотрит жизнь Шицуна. Но когда тебя душат, ты будешь сопротивляться, разве я не прав? То есть, разве можно назвать случай убийством? Возможно, вы не хотите признавать, но вероятно самоубийство никто не отменял. Мне все равно, кто вы, копы или детективы, но вам нужно проскидывать мозгами. Но его нельзя винить. Мы и сами пока не уверены, кто преступник. Давай продолжим расследование. Нужно проверить информацию. Прошло три минуты с нашего последнего допроса, ребята. И мы начинаем новый допрос. Просто подумайте, вы считаете, что такая маленькая девочка может придушить кого-то? Мы только рассматриваем все возможные варианты, но умерли на данный момент под подозрением. Почему это? Хотя бы потому, что она знала то, чего не могла знать. Но ведь она могла узнать это откуда угодно. Ну, я пока не могу с уверенностью возразить. Да, она дойдет к совершению стула, но когда тебя душат, то ты будешь сопротивляться, раз я не прав. Возможно, убийца хорошо подготовилась, прежде чем душить жертву. Хотите сказать, что убийство было запланировано? Чисто гипотетически. Вот видите, не горите того, в чем не уверена. Но ее... Снотворным? Конечно, когда человека душат, он будет сопротивляться. Вы совершенно правы. Вот только из-за кое-чего жертва не могла дать отпор. Кое-чего? Снотворное? Какого? Если вкратце, даже если ее душили. Вполне вероятно, что она не могла сопротивляться. Тогда? То, когда? Когда? Если вы хотите сказать, что девочка намеренно подсунула матери снотворное, то когда? Когда она могла принять таблетки? Когда жертва приняла снотворное? В этом я не до конца уверена. Хотя, погодите. А что, если это произошло? Показание, из-за которого ясно, когда господа Шацун приняла снотворное? Нет. Мире сказала, что после обеда мать куда-то отлучилась. И к чему это? Мы точно знаем, что Мире обедала с госпожей Шицуно. Девочка сама там сказала, то есть, это значит, что снотворное было добавлено в еду. Во время обеда? Ну, разве тогда госпожа Шицуно не суснула бы прямо за обеденным столом? То снотворное действует не сразу, а через какое-то время. Что, между прочим, доказывает то, что убийство запланировано. Но нельзя отрицать от того, что госпожа Шицуно могла выбить снотворное у себя в номере. Такой итог уже возможно, но... Разрешите вмешаться. После допроса Козы я заинтересовался одним фактом. И потому проверил все записи данных ввода. И сразу же после того, как госпожа Шицуно зашла в комнату, следом за ней зашла Мире. Но самое странное то, что они обе вошли в комнату, но не вышли. С госпожой Шицуно все ясно она умерла. Но вот Мире, это немного странно, не думаете? Это значит, что она могла выбраться из комнаты другим путем. Был ли в комнате еще один выход? Именно. Возможно. Мире, это могла скрыться с места через вертся до окошек. Взрослый вы не прошел, но ты вполне. Уверена, для тебя это не было проблемой. Итак, что все это значит, Мире? Я... Я... Я пошла в комнату. Перевертыш. Но, мама, там не было. Но... Но я пошла туда. Не надо волноваться. Погоришь со мной еще раз? Хорошо. Не знаешь, кто из них зашел раньше? Это... Я хотела посмотреть. Это кто-то узнал, что я сломал систему. Эх. Что? Не могу это хотя бы пытаться проводить расследование, выходя из-за рамки закона. Правда, у меня было не было другого выхода, уместно в любой ситуации. Эх, ладно. Давай выслушаем Мире. Показание. Я была в комнате Перевертыша, но мамы там не было. Мамы не было. Но там был котик. И котик полез в маленькую дверцу. Я тут же пошла за ним через эту дверь. Вот и все. У меня бы даже не хватило сил на то, чтобы задушить кого-нибудь. Я ничего не могу сделать. Она пошла в ту комнату. Но это не все. Верно, не все. Нужно проверить всю информацию. Я тут в этой игре больше всего сохраняюсь уже. Значит, ты все-таки была в той комнате? Да. Но мамы там не было. Там был только котик. Она уже была в комнате Перевертыша. Я подумала, что она пойдет туда еще раз. Вот как. Ее утверждение состоится в данном входе, но... В комнате Перевертыша был кот? Да. Это был один из этих троих. Кяу. Можно ли посмотреть данные входа кошек? Уж точно нет. И котик полез в маленькую дверцу. Я тоже пошла за ним через ту дверь. Давно ты знала дверцу для кошек? Нет. Я заметила только тогда, когда к ней пошел котик. Пролез в маленькую дверцу. Маленькие девочки нынче бесстрашные. Вот и все. У меня бы даже не хватило сил на то, чтобы задушить кого-нибудь. Ты действительно не видела госпожа Шицуна? Не видела. Так или иначе, я бы не смогла убить взрослого. Не смогла бы. Так ли это на самом деле? Есть ли способ, каким Мироя могла совершить убийство? Нет. Есть способ. Мироя могла совершить убийство. Девушка, вы по-моему, сломаетесь ее голову, раз утверждаете, что способ есть. Так расскажите нам о нем. Факт в том, что если у нее не хватает сил для удушения, то ей остается только зацепить провод на крючок. А проблема в том, разве я могла Мироя дотянуться до крючка? Без тремянки у нее нет шансов. Повеситься на крючке? Я думала только о том, кто душил жертву. Но если подумать, то жертву можно было удушить не напрямую. Все благодаря одной особенности. Комната, да. Особенности. С этой помощью и этой совместей можно было совершить убийство, не помарая рук. Ребята. Именно. Комната перевернута? Вы сейчас просто... Комната совершает оборот в определенное время. Когда комната перевернута, даже Мироя может дотянуться до крючка. Прежде чем комната перевернулась снова, другими словами, когда комната была вверх ногами, Мироя привязала шнур к крючку. Таким образом, ничто не мешало Мироя совершить убийство, верно? Но... Одну секунду... Эм... Одну минуту... Не нужно перефразировать. Вы, кажется, утверждаете, что, зная особенности комнаты перевертыш, даже маленькая леди могла совершить преступление. Но я... Я должен, кажется, сказать... Что? Выслушайте меня еще раз. Хорошо. Опять он будет болтать. Вы говорите, что девочка могла убить ту леди, используя особенности комнаты вращаться, но позвольте возразить. Комната не вращается, если внутри кто-то есть. Комната безопасна для детей, но во время перевернута внутри может быть опасно. А если комната не перевернулась, то Мироя не могла задушить свою мать. В таком случае, способ, о котором вы говорите, невозможен. Неправда у них включили это, электричество. Верно, комната не стала бы вращаться. Если мы докажем, что она вращалась, тогда дело конец. Верно. Комната вращалась, потому что у них там же электричество было. Я уже три сердечка. Хотите предложить другой способ убийства? Ха-ха, ошибаетесь. Ну просто выслушайте меня, вы будете ошеломлены. Как сказал один мудрец, ни за что не поверите, что произойдет дальше. Кто говорит такие мудрости? Всегда, когда комната открыта, система безопасности функционирует всегда. Что вы, перед вами, замеряете подлезопасно? Во-первых, письменные столы и столы обычно деревянные и твердые, но аж сделаны из мягкого материала и их даже не отличить от настоящих столов. Ну, удивительно, правда? Раз и письменные столы и столы не одно и то же. Ха-ха. А это все же из-за того, что комната перевернулась. Ах, это смешно. Что ж, тогда доказать, что я не прав. Как комната могла перевернуть, уверена, есть причина этого. Верно, во время перебоя протокол безопасности активировался и дал команду остановить все действия. Но не в комнате перевертыши. Что? Исходя из слов Терухи, из-за системной ошибки вращение комнаты не прекратилось во время перебоя. Это значит, комната вращалась несмотря на то, что внутри был человек. А теперь позвольте мне все сложить историю воедино. Сложить всю историю воедино. В начале, во время обеда с жой Шицуна, Мируэ первая села за стол и успела добавить снотурное блюдо. Затем Мируэ позвала жертву в комнату перевертыш. Госпожа Шицуна потеряла сознание на месте. После этого Мируэ обвела удлинитель вокруг шеи жертвы, предварительно привязав ту от крючку на стене и покинула комнату через дверцу для кошек. А затем она пошла к нам, как ни в чем не бывало. Спустя какое-то время из-за неполадок системе комната продолжала вращаться. Во время переворота удлинитель задавил шею госпожа Шицуна и тем самым убил ее. Это ужасно, на самом деле. Зачем он это сделал? Да, это все правда. Преступник ты. Мируэ. Но только послушайте, здесь все еще... Все в порядке. Ага. Уже достаточно. Да. Я расскажу все. Все нормально. Моя мама и я... Мы не настоящая семья. Твоя мать выглядела очень молодой? Да, в этом и причина. Она не могла завести ребенка. Поэтому она пошла в приют для сирот и забрала меня. Потому что я очень похожа на нее. Вместе мы были счастливы. Но как только родилась моя сестра, все изменилось. Сестра? Мама говорила, что не могла завести ребенка. Но в итоге она родилась дочка отца и матери. Моя младшая сестра. Я все равно была частью их семьи. Они холили и лелеяли меня. Но в тот день кое-что произошло. Мы вместе с мамой и сестрой возвращались из магазина, как вдруг из ниоткуда выскочила машина. Машина выехала на тротуар. Это произошло около года назад. Кажется, я слышал об этом инциденте, который произошел неподалеку отсюда. Да. А затем мама оттолкнула меня, чтобы защитить мою сестру. Меня оттолкнули, поэтому я не пострадал, но машина выехала прямо на мою маму. Значит, ее нога... Она потеряла ее в той аварии. Мама спасла меня, но мою сестру спасти не удалось. Она была очень маленькой, а удар был слишком сильным. Мама была очень грустной, и мне тоже было очень грустно. Но однажды... Мама... сказала мне это. Если бы только ты умерла. Так, все и было. Это ужасно. Бррррр... А у вас есть минутка? Что? Я просто просмотрел фотографии, и... Вам не кажется, что здесь есть кое-что странное? Странное? А, точно. Если при вращении комнаты удлинитель затянулся, то как она оказалась на том месте? Есть неоспоримый факт, противоречащий нашей теории. Че? Если удушение не произошло во время вращения, то почему это тело лежало у стены? Да, я об этом. Что это должно значить? Если взглянуть еще раз на ситуацию, то вращение должно было пройти таким образом, чтобы удушить жертву. Другими словами, ее ноги были бы снизу. Если бы комната перевернулась, то жертва лежала бы на каком-то расстоянии от стены, а шнур бы тянулся за ней по диагонали. Так это значит, что кто-то передвинул ее тело? Меруэ. Нет, я не могла этого сделать. Не думаю, что она лжет, но подумай только, сколько Бреши в одном деле. Э, Бреши? Да. Меруэ. Да-да, что такое? Удлинитель, которому была задушена господи Шитсуна. Откуда ты его достала? Он. Он был под столом в комнате Перевертыш. Тогда касательно твоего выхода, входа, почему ты зашла через обычный вход, а вышла через дверцу? Если бы ты зашла через дверцу, то твой вход в комнату не был бы зафиксирован. Почему-то я истала так нелогично. Потому что я не знала. Не знала? Мне сказали, чтобы я вошла в комнату через дверь для кошек, но я не знала, где найти ее снаружи. Ну еще бы. Снаружи дверь замаскирована, невозможно догадаться, что там есть проход. Постойте, сейчас это не важно. Тебе сказали? Кто это был? Э? Ты говорила, что кто-то другой приказал тебе сделать это. Да-да. Кто? Кто? А, э, я не знаю. Я, 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 Мируэ, я не могу вспомнить. Госпожа, моя голова болит. Должно быть, она сбита с толку. Скоро прибудут полицейские, так что давайте закончим на этом. Окей. Вот мы и пришли к выводу и раскрыли дело. Вот только вместо радости я ощущаю горькое послевкусие. Третье лицо. А также преступница, потерявшая память. Заставляет задуматься. Неужели это один из двойных инцидентов, о которых все говорят? Двойной инцидент? Ох, просто нас это так называют. Иногда еще говорят инцидент призрак или преступник-дебидимка. Но это звучит очень причудливо, типа двойник наносит очередной удар. Думаю, это тоже не очень звучит. И кстати, все уже просочилось, да? Если будешь недооценивать СМИ, то пощады не жди. Но где-то здесь все еще скрывается преступник. Значит, задержимся здесь еще на несколько дней. Тогда позвольте Ханатаке сопровождать вас. Все ли будет в порядке? Я всегда готова умереть за дело. Прошу, цени свою жизнь. Мисана Тян, не хочешь отдохнуть? Выглядишь уставшей? Точно. Я немного отдохну. Мне не дает покоя плохое предчувствие. Надеюсь, что все хорошо закончится. Думаю, это было слишком легко. Будем надеяться, что они смогут найти меня. Файл 2. Коктейль гордости. О, я немного успокоилась. Что ж, чем бы заняться теперь? Типа есть какой-то выбор? Ладно. Мы с вами уже чай-сок играем в эту игру. Ну что же, мы с вами прошли одну главу. Надеюсь, вам это понравилось. Если да, то не забудьте поставить свой лайк, подписаться на канал. С вами была Морская Синья. Всем удачи, хорошего настроения. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok